Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Христос говорит, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Это 5 глава Евангелия от Матфея, 39 стих. Но когда самого Христа ударили по щеке на суде первосвященника, то он сказал, если я сказал худо, покажи, что худо, если хорошо, что ты бьешь меня. Нет ли здесь противоречия? Противоречия нет, потому что Христос после этих слов остался точно так же беззащитен перед бьющими его, как и до этого. Он фактически так же был обнажен от всякой помощи. Говоря апостолам, неужели вы не знаете, что я мог 12 легионов ангелов позвать от отца моего? Он этого не сделал. Он вообще за всю историю своего земного служения, он один только раз для себя воспользовался своей божественной силой. Когда он в Назарете прошел между теми, кто хотел столкнуть его с скалы и не дал себя убить, потому что просто еще не пришел час его. Он пришел на смерть от людей, но это был еще не тот час. Дальше он кормил, когда голодных. Он не для себя это делал. И все остальные чудеса он делал для людей. И здесь он тоже не воспользовался своей божественной силой. Когда Господь предает себя в руки грешников, Он показывает нам, что Он только так надеется переделывать другого человека. Вы знаете, вот этот принцип подставить другую щеку, это проявление заповеди о любви к врагам, высочайшая заповедь христианства, до которой расти и расти каждому из нас. Но заповедь эта рождается из любви к другому человеку. Когда тот, кого убивают, например, архидиакон Стефан или святая преподобная мученица Елизавета Федоровна, великая княгиня, когда их убивают, а в это время главный страх и главная их проблема не в том, что они сейчас погибнут, а в том, что будет с душой того, кто их убивает. И вот достучаться до этой души, попытаться ее оживить можно только через вот такую христианскую любовь, которая перешагивает через совершенно очевидную и вроде бы нормальную ненависть и отторжение того, кто тебе делает больно. Из этой именно любви Божией к человеку рождается все боговоплощение, все его земное служение и, конечно, крестное распятие. И поэтому мы призваны тоже к этому. Кажется, что это невозможно. Кажется, что это совсем недостижимо. Но идти к этому, молясь за тех, кто нас обижает, прощая, помогая, отпуская чужие грехи, мы, конечно, можем. Может быть, до этих вершин нас Господь и не призовет никогда дорасти в виде нашу малость. Но начинать этот путь надо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.